Ольга Абрамова занимается бисероплетением и вышивкой с 2008 года и исключительно на православную тему. Первую работу сделала, показала своим родным. Меня похвалили и появилось вдохновение. В 2011 году я прочитала объявление в газете о том, что проводится конкурс на православную тему, творческий конкурс. Я решила попробовать поучаствовать. И, к своему большому удивлению, я почему-то заняла первое место. Меня это еще больше вдохновило. Я стала искать более сложные работы. Сначала Ольга Абрамова занималась исключительно вышивкой, а затем постепенно от вышивки бисером перешла к двойному мозаичному бисероплетению. Эти работы нравятся многим. Эти работы я освещаю в храмах. И мне даже приятно, когда после освещения простые прихожане подходят к моим работам и начинают их целовать. Вышиваю для себя, дарю в основном своим близким, родственникам. Зато у меня никогда не бывает проблем с подарком на юбилей. Родные очи этому рады. А мне приятно вдвойне. Выставляется рукодельница уже не в первый раз. Признается, что ей приятно, когда люди просвещаются через ее работы и испытывают благодатные чувства. Вышивка довольно затратное времяпрепровождение. Исходя из сложности картины, на ее изготовление уходит от полутора до шести месяцев. Это мелкий крест и вышивается все под лупой. Бисеринка за бисеринкой. Скажу так, к примеру, в одном квадратном сантиметре до ста крестиков. То есть эта работа занимает порядка трех-четырех месяцев. Большие работы по двойному мозаичному бисероплетению от шести месяцев до восьми месяцев. То, что это настолько кропотливо, это очень нужно большое внимание, отвлекаться нельзя ни на что. И если вдруг какая-то ошибка, то приходится распускать. А распускать – это проще начать снова. То есть это усердие, усидчивость, внимание. Но мне это нравится. Я в этом растворяюсь. Одни из самых сложных работ Казанской иконы Божьей Матери. Вера, Надежда, Любовь и Николай Чудотворец. Вот мне что-то понравилось. Я захотела это. Но прежде чем я приступаю к работе, я обязательно изучаю историю этой иконы. Возникновение ее. Почему люди ей стали поклоняться. Сколько веков она существует. То есть, вы понимаете, история мне нравится сначала. Потом уже через это я влюбляюсь в работу. Потом ищу схему. Потом покупаю материалы и приступаю к работе. Ольга Абрамова неоднократно вышивала и плела образы Казанской иконы Божьей Матери, Георгия Победоносца и Матроны Московской. Николай Чудотворец – один из любимых образов рукодельницы. Сейчас Ольга Абрамова работает над образом спаса нерукотворного. Эта православная выставка абсолютно бесплатная и будет работать целый месяц. Субтитры создавал DimaTorzok